Становится уже доброй традицией в дни весенних каникул собирать школьников Дмитровского района на ежегодную географическую конференцию. Третья районная географическая конференция школьников посвящена Петру Алексеевичу Кропоткину. Мы называем ее еще Кропоткинская. Почему Кропоткинская? Петр Алексеевич жил и умер в нашем городе в 21 году. Он достаточно известный человек в нашем городе, и мы уже давным-давно не рассматриваем его как анархиста или революционера. Мы рассматриваем его как интересного, известного ученого своего времени, как историка, как географа. Поэтому и конференция географическая посвящена Петру Алексеевичу Кропоткину. И хотелось бы еще раз здесь отметить, что дом-музей, единственный в мире Петра Алексеевича Кропоткина, находится именно в городе Дмитрове. Это один из отделов нашего музея. Подобные конференции начали проводить с 2015 года. По словам Натальи Заремба, сначала на них было очень мало участников и всего 7-8 докладов за всю конференцию. Сегодня это уже 15 докладов школьников по двум направлениям. Первое направление – это природа Дмитровского края. Школьники прочитали книгу Анны Дмитриевны Шаховской и сделали свои выводы, свои открытия по главам этой книги. И второе направление сегодняшней конференции – оно посвящено Году экологии, который в этом году мы отмечаем. И это разработка экологического маршрута, экологической тропы по Дмитровскому району. Вот именно, я думаю, это направление мы как раз сможем и использовать в наших туристических маршрутах. В работе конференции принимали участие не только учащиеся общих образовательных учреждений Дмитровского района, но и члены Русского географического общества и другие гости. У нас несколько важных людей присутствуют, наших гостей на конференции. В первую очередь, это, конечно же, родственники и Петра Алексеевича Кропоткина, и Анны Дмитриевны Шаховской. Это большая удача, что родственники этих двух людей собрались у нас в музее сегодня на этой конференции. Также у нас присутствуют представители Русского географического общества. И, естественно, наши друзья, это учителя, это школьники, это участники нашей географической конференции. Как я уже сказала, их сегодня множество. Докладов будет более 15. Основным критерием оценки участников на конференции, докладов, будет знание книги и проработка книги Анны Дмитриевны Шаховской. Мы сравним то, как оценивала и рассказывала о природе Дмитриевны Шаховской, и как сейчас на эти же темы могут говорить наши дети, наши школьники. Территория Дмитриевского края. Реки, озера и пруды. Геологическое прошлое, полезные ископаемые. Почва, климат, растительность, животный мир и птицы Дмитриевского края. Вот чему были посвящены доклады дмитриевских школьников в этом году. Сегодня, конечно же, все получат благодарственные письма, ведь сейчас в школах дети собирают портфолио. И любое участие в конференции это очень важно. Оно будет влиять не только на просто вот как ребенок себя оценивает, но оно будет влиять также и на поступление, например, этих детей в 10 класс, что всегда учитывается, на их поступление в институт, в какие-то техникумы. То есть это очень здорово, что они участвовали в этих конференциях. Как мы сейчас услышали, Елена Александровна Виноградова обещала детям опубликовать эти доклады. Это очень здорово. Это настоящий рост ребенка. Я думаю, что это поможет не только нашим учителям, но и детям. И даже уже на этих докладах смогут учиться следующие школьники, те, кто младше этих. Мы от музея подарим несколько сертификатов. Эти сертификаты на бесплатное посещение музея, на две персоны, а также благодарственные письма и подарки. Темой же следующей, уже четвертой географической конференции для школьников, станет предстоящий 100-летний юбилей музея заповедника Дмитровский Кремль. Продолжение следует...